Приём-приём, здарова всем, с вами Хиллхёрдс. Отличные новости, как говорится. IGN взяло большущее интервью у Хидетака Миядзаки, то есть у нас есть очень много новостей об Elden Ring. Я постарался всё перевести, выделить самое интересное и рассказать вам. Сначала IGN попросила мастера вкратце рассказать, что же такое Elden Ring. Хидетака сказал, что очень сложно вкратце описать, что же это такое, но для нас, для команды разработчиков, он представляет собой кульминацию всех наших ноу-хау, всей нашей страсти ко всем этим играм, чтобы создать совершенно новую, интеллектуальную собственность в жанре тёмного фэнтези, и мы очень рады наконец раскрыть это. Наряду с этим новым огромным миром мы создали ряд новых систем действий, игровых систем, чтобы улучшить его. Например, теперь игрок может прыгать, кататься верхом. Затем IGN распросила о Междуземье. Здесь важно отметить то, что Междуземье это, скажем так, моя вольная интерпретация с оригинального английского называется The Lands Between. Хидетака сообщает, что данное название придумал сам Джордж Мартин, он написал историю этого места, а также дополнил её мифами. В игре будет много элементов изгнания и возвращения, и название The Lands Between призвано вызвать ощущение чего-то очень загадочного и очень неземного. Теперь IGN хотели бы разузнать, что же такое Кольцо Элдена и кто такие эти ваши потускневшие. Прежде всего в мире Elden Ring есть Междуземье, которое благословлено присутствием Elden Ring и Earth Tree, то есть этого мирового древа. Мировое древо дарует благодать, или же благословение людям по всей стране. Выражается это золотым светом или золотой аурой, которая отражается в их глазах. Всё это и есть благословение или милость Earth Tree, ну то есть этого мирового древа. Однако через некоторое время появились люди, утратившие эту грацию, и свет погас в их глазах. Они-то и зовутся потускневшими. Всё это произошло очень давно, задолго до событий игры. Предки персонажей, которые присутствуют в мире, были изгнаны из Междуземья. Спустя много лет Кольцо Элдена было разрушено в результате какого-то значимого исторического события. Всё это вызывает к возвращению утраченной благодати, а также к потускневшим, которые когда-то были изгнаны. Это и есть отправная точка игры. То есть то, что мы с вами видели в трейлер. Потускневшие возвращаются в Междуземья. Миядзаки считает, что главная тема игры – это то, как игрок потускневший относится ко вне в приобретенной благодати, к возвращению в земли, из которых был когда-то изгнан. Теперь IGN интересуется дизайном боссов. Миядзаки отвечает, что одна из основных тем главных боссов игры заключается в том, что они по сути своей полубоги, и они унаследовали безумную испорченную силу осколков Кольца Элдена, когда оно было разбито. По сути, они – это старые боги этого мира. Каждый из важных боссов унаследовал осколки Элден Ринг. Можно сказать, что они унаследовали разную силу или элемент, и каждый был изменён и деформирован по-своему. В боссах есть и героические, а также мифологические элементы. IGN спросили, будут ли мимики-сундуки, однако Миядзаки отметил, что возможно они и будут, но не в привычной для нас всех форме. Также были сведения о том, что от главного квеста можно будет отходить в любой момент с целью исследования. Миядзаки заявил, что в игре будет целых шесть областей. Междуземье состоит в основном из этих шести больших территорий, оно разделено на шесть основных областей и это владения главных персонажей полубогов, о которых мы только что с вами говорили. Хотя области выстроены таким образом, чтобы игроки обычно брались за них в определённом порядке, нет необходимости следовать ему. Разработчики хотели дать свободный вектор развития и исследования локаций. Однако игроки не смогут получить открытый доступ ко всему с самого начала игры, но есть много разных способов попасть в каждую из областей. IGN спросили, будет ли какой-нибудь хаб вроде Храма Огня или Нексуса. Миядзаки сказал, что да, будет. Также будет система быстрого перемещения между главными областями, однако разработчики хотели, чтобы игроки больше перемещались на своих двоих, ну или на коняшки, чтобы насладиться красотами и больше всего поисследовать. Здесь IGN заметили, что из-за большого открытого мира становится неясным уровень прогресса персонажей и противников, то есть будет ли какой-то автолевелинг. Миядзаки заверил, что данная тема хорошо проработана и игрокам должно будет понравиться. Hidetaka говорит, что вы можете подходить к бою по-разному и вы можете приобрести множество способностей. Разработчики хотели позволить игроку комбинировать эти различные элементы, чтобы найти свою собственную стратегию и даже использовать альтернативные подходы к бою, если они захотят. В интерфейсе также будет полоска выносливости, а игроки смогут изучать магию. Миядзаки отмечает, что часть оружия, новых способностей или заклинаний можно будет купить у торговцев, однако остальная часть будет спрятана по миру, то есть придется исследовать, чтобы найти все ништяки. Hidetaka говорит о скрытности. Мы думаем, что это относительно простая реализация стелса, но она имеет множество применений. Таким образом, вы сможете приседать, вы можете красться и, например, вас будет труднее обнаружить в высокой траве. Вы можете использовать это в своих интересах, чтобы подкрасться к врагу, нанести удар в спину или совершить скрытную добивающую атаку. Но вы также можете использовать стелс для обхода определенных областей и оценки ситуации издалека. Также Миядзаки рассказывает, что в трейлере были показаны оффлайновые вызываемые духи. Дополнительно отмечает, что это относительно новая механика, позволяющая призвать духов, однако классические фантомы никуда не делись. Кооператив тоже будет. Айджен замечает, что в соус играх часто приходится собирать историю мира по кусочкам из описания, однако в Секиро все было куда прямой лилейнее. Как будет в Элден Ринг? Здесь Миядзаки много всего вокруг да около говорит, однако основной посыл в том, что необходимо сохранить ощущение того, что игрок открывает для себя что-то новое и наслаждается открытием мира как с точки зрения действия, так и повествования. Твейст, скорее всего, основной сюжет будет подан в лоб, однако любителям описаний предметов тоже будет где разгуляться. В заключении Миядзаки говорит, что Элден Ринг должен стать кульминацией всего того, чего удалось добиться за 10 лет, которой он руководит разработкой игр. Как по мне, весьма исчерпывающее интервью, проливающее свет на некоторые аспекты игры, для меня стало открытием появления оффлайн призываемых духов. Также очень понравилось, что мир будет большой и относительно открытый, ну опять же по заявлениям Миядзаки. Надеюсь, что смог более-менее адекватно перевести и донести информацию. Если же вы узнали что-то новое, то можете подписаться. Всех благодарю за просмотр. А я и дальше буду ждать выхода игры, собирая новую информацию. Также, если вдруг кому-то нужно или важно, то вот ссылка на эти новости будет в описании. Всем всего хорошего! Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.